Неочевидные причины сухости кожи и как избавиться от этой проблемы, поговорим в сегодняшнем видео. Меня зовут Фирсова Оксана Алексеевна, я врач-дерматовенеролог, косметолог клиники отражения. Сухость кожи в медицинской практике называется ксироз. Это состояние, при котором происходит нарушение функционирования потовых и сальных желез. Сухая кожа это кожа, которая страдает от пониженного содержания липидов и недостатка влаги. Следует только различать сухую и обезвоженную кожу. Сухая кожа это в основном генетическая предрасположенность, а обезвоженная это временная характеристика. Наша кожа имеет трехслойную структуру. Верхний слой покрывает водно-жировая мантия, она удерживает влагу. Вода сохраняется благодаря присутствию в мантии себума, секрета сальных желез. При сухости кожи сальные железы изначально вырабатывают недостаточное количество себума. Виды ксироза. Ксироз бывает наследственный и приобретенный. Наследственный ксироз, он не подлежит коррекции и обусловлен наследственной предрасположенностью к экземе, псориазу и атопическому драматиту. Приобретенный ксироз, он обусловлен вследствие дегидратации кожных покровов и требует лечения. Сухому типу кожи свойственны мелкие суженные поры и отсутствие жирного блеска. Самостоятельно определить, что это сухая кожа, можно простым способом. Умыть лицо обычной водой, высушить и через 15 минут приложить бумажную салфетку. Симптомом обезвоживания будет полное отсутствие жирного пятна на салфетке. Причины сухости кожи. Главный фактор, как мы уже определили, это наследственная предрасположенность. Но есть внутренние и внешние факторы, которые также усугубляют ситуацию. Это, например, погодные условия. Холодный, жаркий или сухой воздух. Это ультрафиолетовое излучение. Солнце ускоряет потери влаги, так как снижает защитные функции эпидермиса. Неправильный уход за кожей. Частое и агрессивное очищение кожи. Длительные горячие ванны или душ удаляют липиды, которые образуют влагоудерживающий барьер. Диета. Для нормального функционирования сальных желез необходимо достаточное количество ненасыщенных жирных кислот и витаминов. Обезвоживание. Если организм обезвожен, он не может дать коже необходимое количество влаги. Эта ситуация усугубляется при чрезмерном употреблении алкоголя. Курение. Токсины, которые содержатся в сигаретном дыму, также негативно влияют на циркуляцию крови. Это приводит к замедлению метаболических процессов. Возраст. Способность сальных желез вырабатывать липиды с возрастом снижается из-за снижения функции сальных желез. Какие же существуют методы лечения сухой кожи? Первое, что необходимо сделать, это скорректировать питание. Для нормализации работы сальных желез необходимо ввести продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот. Аптечные комплексы также будут хорошим добавлением к рациону. Следующее, отказаться от спирт, содержащих лосьонов и щелочного мыла. Также необходимо соблюдать питьевой режим, выпивать чистой воды не менее 1,5-2 литров в день. Пользоваться солнцезащитными средствами. И последнее, конечно же, регулярно посещать косметологический кабинет. В борьбе с сухостью кожи у косметологов есть много методов, такие как биоревитализация, мезотерапия, плазмотерапия. Теперь вы знаете причины и способы лечения сухой кожи. Если у вас остались вопросы, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. До встречи!